Стенд контроля углов установки колес Trommelberg URS 1801 Стенд контроля углов установки колес Trommelberg URS 1801 представляет собой проводной стенд развал схождения с инфракрасными измерительными головками по технологии CCD. На дисплее стенда одновременно отображаются все контролируемые величины. База данных включает сведения о различных автомобильных шасси, что позволяет сравнивать контролируемые параметры со значениями заводских настроек. Результаты измерений могут быть распечатаны, причем в печатной форме будут представлены значения до и после регулировки. Процедура контроля и установки углов колес направляется посредством дружественного русифицированного интерфейса микропроцессора стенда. А измерительные головки калибруются с использованием электроники. Стенд позволяет производить быструю проверку углов схождения с использованием лишь передних измерительных головок. Функция Push Mode. Мобильный кабинет стенда выполнен в общем корпоративном стиле. Благодаря продуманной конструкции на нем с легкостью размещается 17-дюймовый жидкокристаллический монитор, цветной струйный принтер формата А4 и клавиатура. Измерительные головки с колесными зажимами подвешиваются по бокам шкафа, а все электрические кабели и процессор скрыты внутри. Особенности стенда. Опционально предусмотрена возможность контролирования развала схождения автобусов и грузовиков. Банк данных, устанавливаемый при изготовлении стенда, содержит спецификации обо всех современных автомобилях. Обновление банка данных осуществляется посредством компакт-диска. Измерение и контроль осуществляются посредством пяти специально разработанных микропроцессоров. Оператор может свободно переключать режимы измерения на другие колеса. При работе на данном стенде процедуру компенсации можно проводить одним из двух предусмотренных способов. Путем прокатывания Или путем поворота вывешенного колеса на 180 градусов. Предварительное проведение компенсации на одном колесе. Single wheel rock Угол поворота передних колес определяется без использования электронных поворотных кругов. Измерение угла поворота колес возможно даже при полноприводных автомобилях. Возможность работы только с двумя головками для быстрой проверки углов развала и схождения. Специальный протокол развал-схождения для автомобилей с подвеской Multilink, Audi A4, A6 и A8, а также Volkswagen Passat. Специальный протокол развал-схождения для автомобилей Mercedes с подключением инклинометра в качестве дополнительной опции. Стандартную комплектацию поставки оборудования входит Мобильный кабинет с отделениями для процессора и принтера Четыре стандартных колесных зажима со встроенными спойлер-адаптерами до 26 дюймов Четыре проводные измерительные головки по технологии CCD Компьютерный системный блок с 17-дюймовым жидкокристаллическим монитором Цветной струйный принтер формата A4 Клавиатура и компьютерная мышь Фиксатор рулевого колеса Фиксатор педали тормоза Для проведения проверки углов установки колес автомобиль заезжает на подъемник Важно! Для того, чтобы правильно произвести операцию измерения и регулировки углов, необходимо проверить, соответствуют ли детали автомобиля спецификации производителя Особенно важно проверить давление в шинах, отсутствие люфтов в подшипниках и шарнирах подвески автомобиля Передние колеса автомобиля устанавливаются на поворотные круги Оператор стенда фиксирует на колесах специальные зажимы, к которым затем крепятся измерительные головки Внимание! Не перетягивайте зажим Это может привести к его деформации Измерительные головки коммутируются с центральным блоком После включения компьютера центральный блок запустит процедуру самопроверки и загрузит операционную систему Если программа запущена правильно, на экране появится главное меню Интерфейс программы русифицирован Выбирается тип и режим регулировок Выбирается марка и модель автомобиля Вводится диаметр колеса Компьютер предлагает провести компенсацию Эта процедура служит для компенсации геометрических деформаций дисков А также для компенсации ошибок при установке зажимных устройств Процедуру компенсации можно пропустить Для этого необходимо, соответственно, задать параметры программы Вывешиваем переднюю ось Проводим компенсацию путем поворота вывешенного колеса При проведении компенсации методом прокатывания фиксируется руль Автомобиль откатывается назад так, чтобы колеса повернулись на 90 градусов Важно! Чем ближе к 90 градусам будет угол поворота, тем выше точность компенсации Вводится высота ходовой части Теперь можно приступить к измерению углов управляемых колес с поворотом на 10 градусов или на 20 градусов Данная процедура позволяет измерить величину кастера, поперечного наклона шкворня, разности углов поворота колес на 20 градусов и максимальный угол поворота передних колес Включается ручной тормоз, устанавливается депрессор тормозной педали и высвобождаются поворотные круги На первом этапе работы колеса устанавливаются прямо Выравнивается положение датчиков Поворачивая руль, выполняем процедуру измерения углов управляемых колес с поворотом на 10 градусов или на 20 градусов По завершении операции программа автоматически откроет окно со сводными данными по автомобилю Окно со сводной информацией используется для детального анализа автомобиля При наличии референсных значений в базе данных, значения, полученные в результате измерений, могут отображаться на красном фоне, значения превысходят допустимые, на зеленом фоне, значения в норме и на темно-синем, референсные значения недоступны Для измерения углов задних колес необходимо отрегулировать датчики и углы так, чтобы величины последних находились в установленных пределах, зеленое поле значений Две диаграммы, представленные в окне, показывают углы развала, постоянное схождение, общее схождение, трастовый угол, сетбэк и разность хода задних колес Для измерения углов передних колес необходимо отрегулировать датчики и углы так, чтобы значения последних находились в установленных пределах, зеленое поле значений Для регулировки кастера на экране необходимо отобразить значения, доступные только при условии предварительного измерения углов поворота управляемых колес Данные будут отображаться только после выравнивания передних датчиков Если положение одного из датчиков не будет выровнено, на экране появится соответствующий значок Необходимо отрегулировать положение датчика Важно! Значения кастера будут сохранены автоматически при выходе из программы Для проверки возможных ошибок, допущенных во время регулировки кастера, проводится повторное измерение углов поворота управляемых колес Оператор проделывает те же действия, что и в начале для измерения кастера, поперечного наклона шкворня и разности углов поворота Также для проверки правильности регулировок проводится повторное измерение углов передних колес По окончании работы на экран выводится отчет о проделанной работе Его можно распечатать Стенд также предоставляет возможность проведения измерений углов установки колес для любых грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов Для проведения таких измерений необходимо иметь Комплект программного обеспечения для измерения на грузовом транспорте А также ряд аксессуаров для установки измерительных головок на автобусах, грузовиках, прицепах, полуприцепах и так далее Он включает в себя Комплект стержневых держателей для установки на раму грузового автомобиля, оснащенных магнитными подвесками и градуированные рейки для установки головок Колесные зажимы для грузового транспорта, которые позволяют производить операцию развал-схождения Колес грузового транспорта с диаметрами дисков от 17,5 до 25 дюймов Поворотные круги предназначены для проведения процедуры развал-схождения для грузового транспорта грузоподъемностью 3 тонны Измерения проводятся следующим образом Выбирается тип шасси грузовика Активируется режим работы с комплектом стержневых держателей Выбирается марка и модель автомобиля Магнитные держатели устанавливаются на раму автомобиля Фиксируются градуированные рейки для головок Производим протокол выравнивания головок На задние колеса устанавливается зажим с измерительными головками Проводится компенсация биения Устанавливаем зажим с измерительной головкой на передние колеса И проводим компенсацию биения или пропускаем ее Выполняем измерение угла поворота колес Существует возможность посмотреть отклонения по раме автомобиля передней и задней оси Данные измерения можно распечатать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова